и снова всем привет по второму кругу мне никогда не не жалко поздороваться еще раз если нужно получается подождать всех тех кто там висел и смотрел и теперь был внезапно говорится выкинут стрима на жеребьевку поехал олег я и игорь и костя остальные ребята они были уже ждали нас в районе сектора c после жеребьевки мы поехали разгружаться так как администрация водоема запретила заезд на сектора из всех мест кроме одного это создало колоссальный балаган но на удивление очень быстро он рассосался то есть они просто запускали по дороге которые дают вдоль водоема запускали машины из расчета что самая дальняя это зона а значит первая пошла зона а за ней поехала зона b и зона c как бы последняя заезжала мы как бы с олегом ехали последняя а ребята поехали вперед поехали на машине нашей и на втором машине которую нам любезно предоставила ливия которая нам помогает вот я поехал так я был в принципе я был с олегом я был фактически с командой антон его файнерман поэтому я и язык сектор тоже делал как бы небольшой стрим кто смотрел у них сектор всех них ring он находится в лесу классном темном влажном лесу а как бы ринг братьев находится на зеленой травке называется растительности вокруг нет кроме камышей камыша в воде из-за чего у них там есть только два места куда они могут выводить рыбу вырубили куски вот но все равно не знаю я бы вырубил там как бы все 20 метров но я так понимаю что он пытается сохранить и растительность тоже вот 10-30 команды занесли все внутрь соответственно быстренько все там поставили промарки делись до 12 30 уже как бы команды имели впечатление о том что у них там впереди что водоеме после чего 1230 прозвучал свисток никого свистка не было естественно все тоже мне это удивляет других чемпионата хоть как-то пытались изобразить сигнал стрельба заход ничьнего ружья какая-то сирена здесь как бы ты точить чисто по часам ориентируешься посмотрел на часы а 1230 выбрасываем вот и все началась рыбалка изначально как бы у нас была поймана первая рыба в зоне а но оказался не зачет зачет здесь полутора килограмма рыба вот но уже после этого уже когда мы уезжали начала расклевываться и у нас фактически получается две рыбы в зоне б и одна рыба или наоборот или одна рыба в зоне c точнее в зоне c рыбы пока нет то есть б и а у нас рыба есть и она зачетная но так как местные судьи они сделали один обход и этот обход был в районе трех часов дня игорь я скажу так что главный принцип один из как бы тренер поставил конкретные цели для команд первая цель это взять первую рыбу в каждой двойке в каждой зоне всех в каждой зоне была рыба это первая цель вторая цель сделать соседей третья цель сделать под зону четвертая цель сделать зону надо двигаться он арастает вот так что пока у нас судьи взвесили и этот протокол который сейчас есть на фейсбуке это протокол на того взвешивания и поэтому получилось что начали скандалить капитаны команд лишь нужно мы обещали каждые три часа взвешивания где взвешивание короче в итоге не взвесили еще раз но эти результаты уже появятся в утреннем взвешивании скорее всего сейчас публиковать не буду потому что результаты вносит барбара и они уже пошли отдыхать реально они уже пошли поздно людям надо спать завтра уже будут результаты и вот этого предыдущего и если будет что-то ночью и утром я думаю что они где-то часов 8 утра взвесят и часов в 9 опубликуют результат поэтому и я постараюсь часов 9 или как только они появятся их опубликовать как бы все мы малыми силами пытались следить за конкурентами но пока особо нечего следить в общем-то тем более у нас и людей не хватает на все возможно везде на разбросать час мы видим что там от хорваты пошли хорошо вверх сербы хорошо пошли может быть за ними надо было посмотреть нас просто людей на всего не разорвешься ну ладно мы все равно победим нам филе от наших соседей в районе сектора б есть кафетерий там очень вкусно как бы можно покушать проблемах то что спортсменам в эти сектора нельзя но завтра им вроде бы как должны сделать кейтеринг тем кто захочет конечно и ну и развозить его придется на я уже говорил что у них нет доставки зоны то есть доставят просто ну точку оттуда забирайте и развозите как хотите как для меня проблема это только в том что если будет что-то горячая танцу ну я бы что пока он доедет до команды уже будет холодный погода замечательно плюс 20 днем это плюс 64 ночью дождик был пятиминутный днем на солнце было очень даже жарко реально ну там проблема в том что ты только заходишь тень сразу становится холодно у нас с кондиционерами заходишь в автобус кондиционер выходишь на улицу плюс 37 а потом удивляемся почему нас и обещает что погода такая будет плюс минус до вплоть до субботы то есть благоприятная спортсменов что не будет на какие-то там катастроф ураганов дождей завтра тоже обещают дожди но 2 миллиметра осадков час ну что такое 2 миллиметра чехии так что нормально все как бы у нас больше ничего особо такого нет сейчас наши там тренера внизу на первом этаже ведут бурную дискуссию же даже сюда я слышу дают день обсуждают результаты что они получили то что собрали наши помощники и вадим златкин вообще просто чудо он там так подробную информацию собирает вплоть до минуты какую минуту какая команда чего забросила такого цвета и на какое расстояние вот ну и соответственно и других там же гена тоже бегает игорь бегает и костя часто как он у нас запасной то он помогает в качестве просто раннера помощником тоже смотрят другими командами чего не делают может быть чего интересненько нужно узнать завтра в 10 часов будет встреча капитанов на котором не надо каким-то образом попасть учитывая что сейчас одна машина осталась да и все все обычная ловля то есть брифинг капитанов я так понимаю там будут выноситься жалобы но все что было не так а много чего не так очень много команд жутко недовольные своими секторами многих местах сектора просто реально ужасно я не знаю как можно ловить и жить там пишут там в одном секторе спас меня чуть ногу себе не сломал себе не сломал там реально ребята сектор влажная трава под углом 30 градусов к воде я где палатку поставить под уклоном зашибись как бы ты просто из нее выйдешь нами вперед там в водоем а если бежать удочка ой это кошмар это реально жутко то есть как бы по дереву стучу до нашим попали сектора который с точки зрения логистики ну очень хороши да есть уклон но возможность поставить нормальную палатку есть всех команд все команды поставили себе платформы для заброса у антона она была не столь актуально но они тоже сделали потому что раз привезли надо ставить но вот у братьев и у команды бинга это платформа она там без нее нормальный запрос сделать нереально потому что у вас уклон у вас нету нормального упора чтобы погрузить удилище делать заброс а вот как раз где братья стоят там насколько мы знаем нужен дальний запрос относительно дни 90 метров подальше так что платформы эти нужны то что ребята купили материал из из соорудили те платформы до выезда это очень правильно на этом водоеме сто процентов это нужно вот ну как бы вадим в общем-то почти весь день просидел возле одной из украинских команд в зоне б как бы там меньше меньше чем он меньше он за ними следил чем просто трепался мы тоже пообщались и с казахстанским казахскими ребятами и с латвийцами и вообще соревнования это прикольно что ты можешь пообщаться с людьми особенно возле кафе за чашечкой кофе вот так что так ну те те кто знает на наши наши истории с мишей и ланскими умерла мама он уже в аэропорту худопеште у него вылет пять утра ведь она чем не посадка я не знаю кто будет встречать но я думаю это как-то организует так как братом организовал билет купил максимум возьмут такси ситуация дуна уже экономить деньги просто нельзя причем миша у нас очень гордый мы хотели ему купить заказать ему такси и отсюда прямо в аэропорт он категорически отказался он сказал что смысл какой в этом у меня вылет пять утра зачем нет типа на такси туда ехать я спокойно доеду на поезде ну по крайней мере согласилась чтобы его привезли на поезд а поезд отходит не из нашего города и соседнего который в полчаса ну нормально носил поезд он доехал в аэропорт но приносим еще одна же соболезнования и одно из таких вот парадоксальных случайность в том что у через два дня 20 эти вот такой вот блин подарок на день рождения ой вот у нас сегодня были за душевные разговоры с робом юксом надеюсь знаете о ком речь с капитаном румынской сборной общались там очень много интересных тем поднималась будущего карпишинга как она как они его видят и как урок видит фипс его видит в общем интересно что с этого выйдет всего они кстати да они хотят не ввести ограничения по возрасту потому что рыбы да что тут блин за соревнования одни деды 50 плюс это говорит ну как бы выше классно но как бы в любом виде спорта есть юниоры там есть это 14 18 18 25 и тогда из градаций это у нас карпишинге как бы там 14 до 100 это неправильно надо тоже делать это возрастные категории где а соревнования там юниоры и сеньоры как-то так ну не знаю что из этого выйдет из его идеи потому что реально как бы человек достигает каких-то высот в карпишинге с возрастом опыт набирается соревнованиями не одним нужно десяток соревнований чтобы набраться опыта соответственно пока ты набираешь что-то ладно всем спокойной ночи спасибо всем кто меня смотрит у меня вроде не старики да вот спортсменам естественно я желаю ночи не спокойно хотя как говорят про этот водоем ночи здесь тихо но было бы интересно если бы наши ребята смогли нарушить это убеждение ночью здесь нет ее дышим утра я готов просыпаться и среди ночи если придет сообщение о том что они взяли так что всем вам большое спасибо следите берешь передам идите за моей странице на фейсбуке опять же я не могу заранее предсказывать особенно если ты говорим днем там у меня появляется минута я могу попытаться выйти в эфир но делать такое расписание как делают наши украинские коллеги у них четко расписано в какое время они выходят я не могу это сделать у нас не так много людей чтобы вот меня не использовали еще каких-то там целях помочь что-то принести последить за какой-то командой и так далее поэтому я как бы так на трех стульях сижу все еще раз спасибо всем вам распространяйте это видео ставьте лайки и следите за новостями больше всего конечно на фейсбуке что до форума я блин просто не добираюсь сейчас попробую на форуме тоже туда написать потому что я так понял много людей не имеет счетов на фейсбуке соответственно не знают что происходит все спасибо всем всем отдыхать завтра тяжелый день а нам надо бороться а и а и и и и